Приветствую вас! Что-то заключается в том, что судя по тексту, которые вы пишете, вы обращаетесь за помощью немножечко не по адресу. Вы обратились в разделу психологии, а не эзотерики. Мы не можем узнать его чувства, мы не можем предсчитать его мысли. Психологи не гадают. Психологи работают непосредственно с человеком, который обратился к нам, то бишь с вами в данном случае. И мы все-таки анализируем предоставленный клиентам в данном случае вами материал. Поэтому, если вы хотите погадать, если хотите узнать, собственно говоря, чувства своего, не знаю, мужчина, не мужчина, да, то есть как бы своего, скажем так, знакомого парня, да, или парня, который вам будет симпатичен, если вы хотите узнать его чувства, вот, то лучше, если вы обратитесь в раздел эзотерики, там вам погадают, там вам подскажут. Теперь, что касается вашей ситуации в целом. Что вы пишете? Около месяца общалась с парнем, но месяц это вообще говоря очень мало. Месяц прям это, ну, ну, совсем мало. Для серьезного общения, да, между людьми, вот, это прямо очень мало. Ну, очень. Месяц это вообще не что, особенно если вы, ну, если вы достаточно взрослые люди, вот, это совсем мало. Вот. Значит. Дальше. Что вы вкладываете в такое понятие, как общало? То есть, общение это просто про общее. Ну, ну, между вами, между вами. Общение это что-то общее между вами. Должно быть. Должно быть между вами что-то общее. Вот. Ну, соответственно, давайте подумаем, что, что у вас общего с мужчиной. Да? То объединяем. Следующий пункт, опять же, в общении. Если вы общаетесь с мужчиной, то очень важно понять, что это за цель. Ну? То есть, какая цель? Общение. Если вы общаетесь ради, ну, для того чтобы отношения, отношения какие-то у вас были. Если вы общаетесь ради, установления, установления какой-то связи, контакта между вами. Вот. Вот. Что он. В таком случае, я полагаю, что особое внимание нужно уделить своему гемберному поведению. И гемберному поведению молодого человека. Что-то... Не в том проблема, что у него девушка есть или нету девушки. А в том проблема, насколько человек, насколько человек заинтересован в том, чтобы быть с вами, насколько человек заинтересован в том, чтобы, ну, чтобы, чтобы вот с вами в отношениях находиться. И насколько ему нравится чувствовать себя с вами мужчиной и чувствовать себя с вами мужчиной. Понимаете? Потому что то, что у него с девушкой, это неизвестно. Может быть, у него там отношения, может быть, у него там неотношения. Мы этого не знаем, вы этого не знаете. Никто этого знать не может. Потому что, ну, как бы, ну, объективно, объективно, что там происходит, неизвестно. Но если бы он чувствовал себя с вами мужчиной во всех смыслах этого слова. Ну, может быть, у него было бы меньше такого желания, да, может быть, у него было меньше желания, значит, общаться с другой девушкой. Ну, например, допустим, да, с той же своей девушкой, да, к примеру. Вот это вот, опять же, это всё, те истории, которые нужно рассматривать вам. Дальше идём. Так, всё было хорошо. Что именно всё было хорошо? Что именно хорошо было? Временная симпатия. Следание. Работаем вместе. Ну, я лично не вижу здесь всего этого хорошего, потому что, когда вы, вот, пишете, что работаете вместе, да, есть угроза того, что вы будете, ну, как-то совмещать деловое и личное. Это для волшебниц неприемлемо. Ну, неприемлемо такая история. Неприемлемо совмещать эти моменты. Вот. То есть это, ну, по факту, это вот такой момент. То есть здесь уже не всё хорошо. Здесь уже не всё хорошо. Здесь уже не совсем всё так однозначно. К сожалению. Вот. Потому что вы не совсем свободны. Вы не совсем спонтанны в отношениях с ним, в отношениях к ним, в отношениях к ним. К нему, к нему, к нему. Вот. А потому что, ну, вы работаете вместе. Когда вы говорите, что свидание, симпатия, ну, опять же, это всё, как бы, с вашей стороны. Это всё, вот, это ваше видение. Вот моё видение, что у нас симпатия, моё видение, что у нас свидание, вот. А что мужчина в это вкладывает? То есть вы видите, то, что есть на самом деле, или то, что хотите видеть? Вот это мы имеем в виду. Что конкретно вы видите? Как вы к этому относитесь? Как вы это воспринимаете? Вот это вот. Ну, с этим нужно просто более подробнее поработать. Потому что, потому что, пока у меня есть ощущение, что вы сильно желаемое за, действительно выдаёте. Это не есть хорошо. Дальше. Так, значит, спрашивала девочка, а почему вы спрашивали о девочке, спустя всего лишь месяц общения с парнем? То есть это вот проявление неуверенности в себе вашей. То есть вы неуверенности в себе, поэтому вы спрашиваете мужчину, а его девочка. Вы, конечно, не согласитесь с этим, скорее всего. Ну, что бы ещё, вот что бы ещё, вас сприлансировало бы спрашивать о девочке. То есть какая разница, если есть симпатия, да, если не искреннее желание делать для человека, ну, просто что-то, вот, просто вот что-то делать для человека, искреннее желание есть. К пример, то зачем бы спрашивать, зачем спрашивать у него про девочку? Что вы хотели этим получить? Спрашивая про девочку, какое у вас было чувство в этот момент? Вот, это, опять же, ну, это, опять же, скорее всего, страх. Либо страх, либо какая-то потребность. Потребность, чтобы этот мужчина, например, был только со мной. К примеру. Ну, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть. Что-то ещё, чего я, например, не знал, просто потому что о вас информация не знала. На днях узнала о её существовании. Как узнать? Кого узнать? То есть, видели ли вы эту девочку? Видели ли вы парня с девочкой? Точно ли вы девочку видели? То есть, может быть, вы видели кого-то другого? Не обязательно девочку. Это вот, это вот такие истории, и они достаточно важные. Потому что, ну, то, что вы описываете, это, может быть, правда, а может быть, и нет. Вот. Но напрягает больше то, что вы однозначно это приняли, вот. Ну, за чистый момент. Дальше. Хотелось бы у него узнать, хотелось бы узнать, есть ли у него ко мне какие-то чувства, но просто решил воспользоваться. Воспользоваться, чтобы что, в каком смысле воспользоваться там. Вы имеете ввиду, что он делал для того, чтобы вами воспользоваться. О каких чувствах может идти речь, если вы общаетесь всего лишь месяц? Вы думаете, может за месяц человек узнать? При том, что вы не живете, видимо, вместе, при том, что общаетесь не двадцать четыре на системе. То есть, о каких вот чувствах идёт речь? Речь идёт о том, чего хотите вы. Речь идёт о том, что важно вам. Речь идёт о том, что нужно вам. Это, да. Об этом надо говорить. Но он никак не ожидал. Вот с него. Странно. И опять же, когда вы говорите о том, что, значит, какие у него чувства, вы же в этот момент ориентируетесь на него в этот момент. Вы не ориентируетесь в этот момент на себя. Вы не говорите о том, что я это чувствую, а чего я это хочу. Ну нет. Так вопрос не ставится. Вопрос ставится именно, какие у него чувства. У него, не у меня. Ничего я хочу, а чего он хочет. Не что мне нужно, а что ему нужно. Вот. Не как я себя веду, а не хочет ли мной он воспользоваться. То есть, это позиция шерквы такая у вас. То есть, воспользоваться мной. Воспользоваться можно ведь только, когда человек позиционирует себя как шерф. Да, вот он позиционирует себя как беспомощного, да, как беспомощного субъекта. В этом случае можно воспользоваться человеком. А вы? Насколько вы беспомощны? Вот. Опять же, что такое беспомощность? Да. Это ответственность. Беспомощность это ответственность. Ответственность. То есть, я беспомощный тогда, когда я не несу ответственность. за себя. Я беспомощный тогда, когда я не отвечаю за себя. Например, я хочу, например. Вот. И в этот момент я беспомощный. В этот момент я жертва. Когда я не отвечаю за себя. К примеру. Вот. И вот спрашивая о его чувствах, вы также не хотите брать эту самую личную ответственность. Так, вместо того, чтобы ориентироваться на себя, да, и просто делать для человека, ну, то, что вы хотите просто. Вот. Что хотите для него, то и делайте. Ну, это же. Это же не сложно, в общем. Правильно. для человека, то, что хочется просто. Я думаю, что нет. Но вы это делаете. Сейчас. И вот, собственно, с этим вам и нужно работать. На мой взгляд, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд. С этим нужно работать. Вот когда будут изучены ваши чувства, когда будут изучены ваши желания, когда будет понятно, чего вы хотите, когда будет понятно, на что вы рассчитываете, когда будут понятны источники ваших тревожностей, я это по фотографии вижу, что вы такой тревожен, достаточно нервный, вероятно, ревнивый человек. И когда это все будет подкорректировано, вот тогда, тогда вы уже и не предстанете перед молодым человеком по-новому. Другой. и вам будет все равно, абсолютно, вам будет абсолютно все равно. вот. Есть у него там кто-то, нет у него там кого-то, вот. Абсолютно это будет вам плевать. Так что старайтесь не совмещать профессионально и лично, да, старайтесь все-таки эти вещи разграничивать, с одной стороны, а с другой стороны больше все-таки ориентируйтесь. на себя, на свои чувства какие-то, вот, на свои желания, на свою модель женского поведения, которая у вас, безусловно, есть. Ну, и пусть это служит для вас, послужит для вас таким неким, ну, неким ориентиром, чтобы как-то, чтобы как-то определять для себя, значит, приемлемость и неприемлемость отношений, подходящего и не подходящего человека, и выходите из состояния жертвы, когда вы ведете себя и позиционируете так, как будто от вас ничего не зависит. Я так думаю, что у вас папа, вот он такой, привозный человек, который много, вот, в себе, видимо, как-то подавлял, при том, что он не уничтожил. Он видится, ну, таким, достаточно, ну, не строгим. Мама напротив. Тогда, ну, как, позже. Сразу предупреждаю, да, что, что, как бы вы, ну, можете это опровергнуть, когда что-то не так. Сейчас я говорю о неких образах у родителей. То, что, как вы их видите, это одно, а вот, как они, на самом деле, и все совсем другое. И дети, они принимают ту мобиль родительскую, о которой родители не говорят. То есть, вот, как родители делают, так родители поступают. Вы, вот, как вы делаете, вот это вот, такая достаточно тревожная позиция. Позиция, я бы сказал, с перекладыванием ответственности на другого. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...